Очередной важный этап работ начался на площадке строительства транспортно-пересадочного узла в особоэкономической зоне Завидова. Там приступили к заполнению водой гавани нового речного порта. С ходом работы знакомился губернатор Игорь Руденя. Строительство нового речного порта в Усть-Ишуше стартовало в 2020 году. Этот важный инфраструктурный объект станет частью пересадочного узла, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. По сути, проект, который соответствует всем международным, в том числе и экологическим стандартам, выходит за рамки сугубо регионального. Неудивительно, что его одобрили на самом высоком уровне. Прежде всего, хотел, конечно же, поблагодарить президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации за оказанную поддержку, потому что это уже новый шаг в истории развития инфраструктуры и нашего региона, и центрального федерального округа. Это, не побоюсь сказать, что за последние десятилетия первый порт, такой пассажирский, многофункциональный, который построен на территории Центрального федерального округа. В настоящее время в гавани проведены дноуглубительные работы, укреплены берега и построены причалы, проложены инженерные сети. За все время отсюда вывезено порядка 900 тысяч кубометров грунта, завезено около 150 тысяч кубометров песка для благоустройства, использовано 5700 тонн металлоконструкций. И вот теперь новый и долгожданный этап – заполнение водой. После того, как ее уровень сравняется с уровнем в Иванковском водохранилище, строители проведут дополнительные работы по дноуглублению, чтобы сюда свободно заходили большие круизные суда. С будущего года здесь начнется строительство современного многофункционального здания речного вокзала. Следующий этап – это строительство транспортно-пересадочного узла с железной дорогой. Вы знаете, что правительством выделен кредит в 3,8 миллиардов рублей. Сюда будет подходить железнодорожная ветка от основного ухода Октябрьской железной дороги, которая свяжет центр нашей столицы, вокзал в городе Москве и транспортно-пересадочный узел здесь, у нас в Конаковском районе, в Завидово. Порт Тверской области станет первым построенным в России за последние десятилетия. Планируется, что он заработает уже в следующем году. Одновременно сюда смогут заходить до 7 круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек. Вне навигационного периода на зимнем хранении здесь смогут находиться порядка 5 круизных и до 10 экскурсионных, а также прогулочных судов.